Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тут сильно сейчас нападают недруги, не расположенные-то. Обвинения, ну, самые несуразные выставляют. Я против монашества. Я говорю, я за монашество. За, но не в таком виде. Вчера засчитали об этом. Павел говорит, хочу, чтобы были как я. То есть один, ну, неженатый заботится о Господне. Тут все стихи говорят об этом. Никаких обетов, и не надо их гуртовать в отдельно за стену, чтобы шли и проповедовали. Тут интересно, Лонгин, это Михаил Жар, фильм стоит «Форпост». И вот патриарх Кирилл встретился с Франциском в Гаване, и на него стали нападать, и то, чтобы не поминать его. Ну, я выступил немножко-то, и там кто-то секретарь, и кто так ласково меня принял, говорит, я дорогой считаю, то, что вы сказали-то. Я говорю, патриарх-то, ну, тот дольше-то, я ни в чем его не обвиняю. Кто я такой обвинять, во-первых, ну, а во-вторых, ничего там не было. И она тогда говорит, поговорим. А я-то написал, у вас столько монахов, там, сотни, две, три, и есть которые румыны, украинцы. Да вы их пошлите, чтобы они шли проповедовали, благовествовали. А тут оставьте, которые уже немощные, и пусть они с вашими ребятишками-то, с больными-то, занимаются. И мне больше ни разу не ответили они. То есть не сходятся. Я им не подражал, не угождал. И вот нападает сейчас где-то, что я против монашества. А у меня седьмой-восьмой том, они здесь открыты мохом, по 752 странице книги. Ну, там не все таково. О монахах. Мне пришлось насчитать все 12 томов. Потом перебрать вновь изданное, это первый, кажется, второй том, или второй, третий, настольной книги священнослужителя. Видимо, второй и третий. Я нашел 174 жития, которые у Дмитрия Ростовского отсутствуют. И включил сюда. Получилось 40, ровно 40 катушек, размером, тогда такие были, 375 метров. Каждая катушка, звучание 8 часов 20 минут. 8 часов 20 минут. Повторяю. 1173 жития, которые больше по размеру, больше, чем половина страницы занимает. А тут наши, это я в счет, которые ввожу, которые мне эти, все жития, с отдельными файлами сделали. Тут помогал Сергей Евтушенко. И все это выставлено здесь. Ну, вот обвинение, что я не, вроде не признаю, как не признаю. Я жития святых прошел на 10 раз примерно. Но не подряд что, а когда нужно было, что-то я открывал и проходил, составить нужно было сопроводительные документы. Пленки были трех размеров, 250, 375 и 525 метров. Вот это 12 часов звучания на четырех дорожках скоростью 4,7 сантиметра в секунду. Ну, то есть, я многое занимался. И надо было заново составлять и прослушивать, и работа проделана невыносимо огромная. Только закончил Златоусток, а это 64 пленки таких, а здесь 40. Тоже 12 томов, но тут более крупный шрифт. Ну, и вот, я еще говорю, мне это голыми руками можно брать. 43 книги, и все, говорю, открыто. Ну, что тут меня не хватать-то? А, которые нападают, у них ничего нету. И роликов у меня 10 650. Повторяю, 10 650 в Ютубе у меня на канале-то. Чего же меня не брать-то? Очень легко. Где-то сказал не так. И так тебе кажется не так. Но я за эти слова должен ответить. Я тебе отвечаю. Отвечаю. Если еще не так, я каждый день прошу, Господи, прости. Но они нападают, и я им отвечаю их же жаргоном. Другой раз, чтобы понятнее было, припечатать. И вот здесь вопрос мне задают. Я это в университете, за капельной. Я в пяти университетах одновременно вел занятия. Во всех отделах милиции. Пять отделов городских. Гороотдел милиции и Краевой. И три радиопрограммы вел регулярно. Ну, где-то могли бы хотя бы раз. Но эту работу я вел больше 20 лет. По эфирному времени был на первом месте в Алтайском крае. Ну, кто-то заметил бы, что я ненормальный. Как они там зомби или что-то еще говорят. Ну, хоть один был. Все воинские части. Там мы могли увидеть переполненные кинотеатры. Сводили воинские части, меня не могут на кафедру протащить. Я выступаю. Ставят фильмы. А один, предчувствие, занял первое место на международном киноконкурсе. Второй, прямо названный, Златоуст из Потеряевки, мое прозвище, занимает первое место в России. И сколько людей-то просмотрели? Миллионы. Миллионы. Во всем мире. Говорят, на пяти континентах. Ну, маленько-то люди знают. Там в Америке у меня какие встречи были. Это тот самый, который говорил, меня приглашает в аптесты. И кого только не было там. Встреча в Вашингтоне. По голосу Америки я выступил. Благодаря... Там батюшка очень хорошая, известная. Виктор Потапов меня туда привел. Ну, эти-то ничего нету. Кому отвечать-то? Передо мной, как Елагин говорит, муляж набитый трухою. Ничего и нету. Что ему буду отвечать? А я вопросы эти, которые задавали мне в бумажках, не нужно было писать. И потом я все это попросили расширить. Все это напечатано теперь. Выставляется и книги написаны. И вот это, видимо, седьмая книга. Сейчас я даже еще маленечко отступлю, узнаю, какой том это. Она есть, но неизвестно как. Статистика. Сейчас я гляну, пожалуйста, минуточку. 2175. 2175. Ну, да. Это вопрос немалый. А где, в каком томе написано? А вот статистика. Сейчас я читаю. книги «Открытым оком». Так. Статистика интернет. Статистика на книге. Не вижу плохо. Статистика на «Открытым оком». Глянь, Володя, мне помоги найти. Где она? Сколько вопросов? Вот здесь. Вот, нашел. 2175. Вот это можете себе списать. Сколько вопросов в книгах «Открытым оком». Первый том. Второй том. С какого по какой том. Это вопрос по номерам. 2175. Где это у нас будет 2175? 2175. Восьмой том. Вот он, в восьмом томе. Теперь точно мы знаем, где в восьмом томе «Открытым оком». Вот тут, как правильно писать, кавычки открыть, потом три точки, есть маленькие буквы, потому что это выдержка. Вот я это теперь закрываю и дальше начинаем по восьмому тому. Снова теперь я все это вывожу про монашество. Читай их. Вопрос 2175. «Открытым оком» Восьмой том. На чем основано ваше двойственное отношение к некоторым святым? То вы ставите его в пример, то отрицаете его самое великое достижение – монашество. Это мне задают, я преподаю там в университете. Ну и вот теперь я отвечаю. Ответ. «Пользуюсь любыми источниками, которые подтверждает написанное во Святой Библии по толкованию Духа Святого. Как понимали это мужи святые? Монашество, повторяю, само по себе совершенно не евангельское устройство. Нежизненный институт, вредоносное, судя по последним плодам. Советую прочесть книгу «Без церкви нет спасения» священномученика Илариона Троицкий. Москва. 2001 год. Сретенский монастырь по благосостоянию патриарха Алексея. 640 страниц. В этой книге 640. Там есть голова на странице 211-й по 263-й. Кавычки открыты. «Единство идеала Христова. Спор о пользу и монашество». Спор, спор. А это секретарь патриарха Тихона был. И когда кто-то вступает в диспут о монашестве со знатными монахами, то вот какие они приводят доводы в пользу ухода за стены монастырские. За отрыв человека от следования на проповедь, куда зовет Христос. Это не мои слова, которые нападают на меня СД. СД называю их. Фамилии, имя на эти буквы идет. То они-то ничего этого не знают. Но читал я эту книгу, я постраничной говорю, ссылаюсь в кавычки. Если в «Житие святых» я отвечаю, кажется, на 800 вопросов. Вопросов? Это вообще не выскажешь сколько. Это даже вообразить нельзя. И именно вопросы, которые задают студенты, люди приходящие. Я отвечаю на основании Библии всегда, Святой Библии. Вкладываю в ответ, что сказали святые отцы, а это 300 томов фолиантов огромных. Дальше, что каноны говорят и что, во-первых, Святая Библия и Жития святых. Вот 4 пункта. Значит, Библия, Святые отцы, каноны и Жития святых. Дальше. Страница 215-я. Кавычки открыты. Но писал бы что-нибудь в жидовском журнальчике, а то ведь в церковном вестнике под славянской вывеской. Вот такие слова. Страница 237-я. Последний монах лучше самого хорошего мирянина. Приходилось мне это от монахов слыхать, слыхать. Но я такое изречение считаю бенздраственной чепухой. Но это не я против монахов. Они сами говорят, хоть какой-то пропойся, монах, гомостексуалист, но он лучше самого хорошего христианина, который не монах. А Андрей Кураев говорит, за тысячу лет в православии ни одного простеца, мирянином-то это неправильно называть, семейного, в списке не пропустили монахи. Они небо устроили здесь, решают, кто будет. Первое коринфисом 4-5, говорит, не судите никак, ни туда, ни направо, ни налево. Прежде времени, когда придет Господь, а светится сокрытая вам монахи. Вы еще не понимаете, то есть они такую власть взяли, что Бог не нужен им совсем. Они решают, кто в ад, кто в рай. А хотя ключи, говорит, адрой смерти у Христа. Принимая монашество, мы лишь становимся на путь. По пути нужно идти вперед или с трудом и тяжелой борьбой. Идти к высокой цели. А цель эта у нас с мирянами одна. Это отвечая я на один вопрос беру какие материалы, какие книги. Когда я за кафтеры, я прихожу туда иногда рюкзака два книг только приносят, открыть, людям показать. Я не знаю, какой вопрос зададут. Кроме того, студентов нам даже бумаги не было, а я отходы брал в редакции. Сам я переплетчик, реставратор, и большие такие журнал, как огонек размерами, иные поменьше, сшивал и приносил, дарил, обрезал, там настоящие книги прямо, белые бумаги. И они писали, только не на чем писать. Страница 241. Монашество никакого нового христианства не создает. Христос идеал для всех совершенно один. Думать, что миряне могут достигать лишь средних ступеней, а высшие доступы только монахам, я считаю нелепым. Нелепым. Это Иларион говорит. Все обеты монашеские, это те же самые общихристианские обеты. Обеты? Откуда монахи там взяли, что они ближе к Богу? И самый плохой монах лучше самого хорошего в мире христианина. И они так и понимают. Дальше. Потому что спасаться должны все, а для спасения необходимо отречение от мира страстей и нужна аскетическая борьба с грехом. Монахи... Я не знаю, что такое умное делание. Умное делание, то есть все остальное глупое. А какое? Вот, щетки, я не знаю как. То есть ежедневно я не меньше тысячи поклонов делаю, но я не знаю. А вот который нападает, он знает, а у него даже щеток никаких-то и нет, может быть. И что? Ну, во-первых, несправедливо. А потом, Господи помилуй, Господи помилуй, это неверие. Неверие. Нигде мы в Библии, во всей Святой Библии не считаем, что больше двух раз повторялось. Два раза все на этом. Даже, Господи помилуй, это Библию не просто так прочитай. Я скажу, что сколько она? 96 часов, я насчитывал, знаю, 96. Это много очень и нигде нету этого. Только, Господи, Господи мой, Господи, такое есть два раза, Господи. А здесь 40 раз. А за службу сколько раз? Я, Господи, никто не думает и помилуй, не думает. Ты три раза скажи, Господи, помилуй. А про себя подумай, избавь меня от дурости всякой. Как про топов вакуум. Его, Пашков стрелять, осечка. Второй раз воевода. И еще не получилось. А вакуум, Петров молится, матушка Богородица, уйми дурака. Хорошая молитва. И все. Я, говорит, мне придет время, воевода, на его и воду, я тебя постригу в монахе. Так и случилось. Он заморил всю с собой дружину, когда шел, там 470 воинов умерло. Его потребовали к отчету, вот он прибежал, а монахов не казнили. Закон был такой. Дай мне, скорее постриги меня, он говорит, вспомни, я тебе говорил. Пришел, ну и постриг его, и правда его, в монастырь и остался живой. И вот здесь, говорит, обеты какие. Даже все. Монахи отличаются от мирян только обеты безбрачия. Отличаются они, друг другом спят. В уставах написано, не спать на одной рогожке, чтобы монах на монаха не залез. Срам один. Но этот обет не вносит чего-либо нового в моральном смысле, потому что безбрачия лишь один из путей наряду с путем брачным. Это Иларион, пишет, троицкий, канонизированный. Страница 243. Монашеский обет при пострижении есть торжественно заявленная решимость серьезно отнестись к своему званию христианина. Опять же, к званию христианина. Они говорят, как второе крещение, ангельский чин называют. Вот эта книга. Она доступная, выпусывала патриархия. Тут написано, Сресенский, который там у них там заказ. Ну вот так, по странице, дайте ее разбор, где нету его. Ни у Осипа, я нигде не нашел. Может, Смирнов это будет делать? Ткочев? Да, конечно, нет. Он при явлении, это сказать, Есенина Сергея будет рассказывать целый час. Дальше. Страница 245. Иной и без повторения обетов, без пострижения лучше нас. Вот это понятно. Ведь здоровый и без лекарства бывает крепче больного. А больному лекарству нужно обеты, лекарства. Вот так. 251 страница. Кто живет в монастыре, тот по прекрасной дороге идет к вечным обителям, а не по топкому болоту, как миряне. В монастыре идут преимущества наиболее религиозно настроенные души. Страница 252. Подумаю иногда, что было бы, если бы эти благочестивые ребята деревенские остались у себя в деревне. Что из них вышло бы? Затянуло бы их жизнь, и были бы они невежественны и духовно беспечны. А посмотри в святцы, и там найдешь достаточное свидетельство того, что монастырский быт легче приводит к Царству Небесному. Они сами создали и там такое пишут. Сегодня Андрей Кураев все это разобрал и пока за тысячу лет ни одного мирянина туда не пропустили. Что можно сказать на это? Страница 256. Просто откройте и все. Что выделило эти места, хотел бы прочитать. Для нас, монахов, всякое пострижение нового инока есть радость и торжество. Об этом Андрей Кураев говорил. Я тебе скажу, ты бесправный, я тебя выпну и на вокзале с голоду умрешь. Давай, подходя, я тебя постригаю и ты не имеешь права жаловаться. И не имеешь права снять себе этот санг. И дальше еще выписки из Игнатия Брещанинова. Страница 95-я, том 5. Том 5, заметьте. Нападает, когда я Игнатия Брещанинова не пришел. Но я цитирую по страницам в книгах моих. А они так и нападают. Они и мои книги не читали, и не Игнатия Брещанинова. И теперь что? Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении сердцем, в оживлении души жизнью духа. Терния, волосы это мертвенности души. Фарисейское самомнение, прозябающее из сердечного ожесточения, довольствующееся и превозносящееся количеством молитвословий и временем, употребленным на произнесение этих молитвословий. С товарищем они пришли в монастырь, а им монахи не давали нож, картошку чистить. Мы говорим, картошку чистить топором. Это состояние. И потом, когда он встанет, епископ, он был дружок, настоящий дружок у царя. Царь ему там по сегодняшему миллиарда отваливал. И он монастырь строил. У него ничего, нигде нету нового. Он только разбирал то, что есть. Когда он еще учился в военном училище, и заметили, что он один раз пошел на службу, это было так подозрительно, как будто он революционером стал. И на него поступила жалоба. Он часто ходит в храм. Разве это мыслимо? И дальше на него пошло. Есть люди, которые верят Евангелию. Подумайте, братья и сестры. Люди верят Евангелию. Это тогдашнее время. Так, дальше по всем постраницам вот так пройти надо. Прочитаем, что написано. Страница 96. Особенно способствует сохранению внимания во время молитвы весьма неспешное произнесение слов молитвы. Неспешное. А то, говорит, литургия будет вестись в скач. Там Анатолий Оптинский сказал. Страницы только листают. Произноси слова неспеша, чтобы ум мог с большим удобством сохранить заключенное свое в словах молитвы, чтобы он не ускользал ни из одного слова его. Но к молитве нужно понуждение в течение всей жизни. Не отверни иго некоторой скуки и некоторого понуждения. Да не знают еще стоят люди. Даже православные сейчас поставили фильм. Фильмы ставят притчи. И вот он там показывает где-то, слышит один тоненький голосок, а остальный парень смотрит на девушку, думает то-то. Девка стоит там о другом, говорит. То есть ему вдруг Бог открыл мысль людей-то. И он, девочка одна молится, папа там запился, чтобы он не пил. Вот, говорит, одна молитва на весь храм. На весь храм. Народу-то много было, говорят про Ивана Грозного. А Еродиевым ответил, полтора человека только было. Я молился, да ты полслужбы молился. А ты только думал, как ездить на Воробьеву горы привезти. Старь-то, на самом деле. А остальные вообще, ну, первые, может быть, пять минут еще что-то видят, как суетятся. А дальше ничего не знают. Каждый думает о своем. Это уже никакого секрета нет. Я говорю из литературы только. А сегодня спрашиваешь, о чем болелись? Да я не знаю, о чем-то бы говорилось. Сам о своем думал. С дочерью неладно, развелась сейчас. Внук болеет. Страница 99. Ну, дальше мы пройдем. Примир правил пенам по хоме. Прочитаем, что-то это большой материал. 750 страниц мы не прочитаем. И дальше. Мы столько подчинились влиянию соблазнов, что даже руководство Словом Божиим единственное средство спасения нами оставлено. Вот так это да. А Серафим говорил в Саровске, чтобы ум плавал в Евангелии. Вы среди прихожан найдите, у кого ум плавает в Евангелии. Она меня нападает, он знает наизусть. Интересно, нападает на меня и говорят, вот видите, без Библии носятся, как сектант, как баптист. Да кто же Библию это может? От нее кто считает с ума сойти? Только сходят с ума люди. в дурдоме находятся. Ну, Сатана дал ему знания, то есть мне. Но когда я стал говорить, что вот святой такой, это Симеон, ой, богослов. А он знает, это святых отцов так. Никогда не думали, что Сатана, говорит, так может даже святых отцов давать. Но в разговоре-то мне пришлось упомянуть правила. Ну, знаю я правила или не знаю-то. А когда узнали, что я правила знаю, ух, как захорис тут. Да кто-то да. Раньше Сатана никогда не знал правила, не ссылался. А ему дал знания. То есть он заранее, как эти вот, нападает СД. Сектант. Он из этого выйти не может. Он настроен на этом. Вот нападает он, сектант. А сектанта он знает, что у них нет икон. И к нам человек приходит, говорит, а вы, говорю, сектанты, у них иконы. Он бы сказал, надо же. А я думал, сектант. Нет, он сектант, это он твердо держит. А что иконы не сходятся. А они это их, иконы ради вас повесили. Да как ради меня? Нет, но я же вижу, что другой раз пришло. Нет, 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 нет. У сектантов нет. Но они не сектанты. Нет, они сектанты. То есть заранее установка, враг народа. И дальше крути, не крути, тебя расстреляют. Вот точно такое состояние. Когда я начинал считать житя святых, которые погибли, особенно за 20 век, у меня удивительный материал был. Жития за 20 век. Это книга подпольная была. Сколько было? Я думал, ну, ошибался. Но если сейчас да будет свобода, и новые священники придут, этого не будет. Они будут помнить горы трупов, 200 погрубленных епископов, там чуть не 200 тысяч монахов и бурян расстрелянных, священников. Бутова забутили всем. Когда даже Путин и говорил, ходил ему показывать, чудовищно, что же это такое? Сам КГБшник, его собратья уничтожили, это все. И то он в ужас пришел. Я думаю, придут новые люди-то, они будут это помнить, будут кроткие, тихие, ничего подобного. Более зверелые пришли, более жадные. Корысть и трусость на каждом шагу. У церкви планка на самом низу лежит, ниже Плинтуса. Авторитета никакого. Никакого нету в народе. Как заговоришь, ну, ты о попах мне не разговариваешь. Я вижу, пьяный двоих задавил и ничего, опять ездит. И там пьяного вытаскивают его из машины. Там блудодеяние. Тут стоит иеромонах с ним нажил там кахаристки. Ну, понятно, понятно, это понятно. А там вот Андрей Кураев этот голубой лобби там раскрыл, сколько есть. Семинаристами блудодействуют садомиты. Это православные на сегодняшний день. И ничего нельзя сделать, только молиться. А они на меня нападают. Нападают. Хотя у меня ничего этого нет, то, что там есть. Но займитесь своей конюшней-то авгивой, прочистите маленько, запустите реку воды живой. Ну, и дальше я просто прохручу несколько. Так. Так, Пимен Великий говаривал сожительствующим ему братьям. Это кавычки такие, дальше. Братья, поверьте, куда будет ввержен сатана, туда ввернут и меня. Представьте себе, вот слово Великий, это только 17 за всю историю удостоились этого эпитета. Василий Великий, там вот, Иогоники Великий. И вот он говорит, я буду там, где сатана. Я на это отвечаю. Если святые не лгут и не придуряются своим сверхсмирением, то поверим Пимену, что он действительно будет в аду, что это ему открыл Христос, а не сам от себя он безумные слова говорит. В таком случае верить всему, что от него проблематично. Если же он ради красного словца так себя перещеглял, то ложь от дьявола. То есть я комментирую слова эти, которые из этого нападают, они не знают, а во-вторых боятся как огня. Я свободно об этом говорю. Но он сказал, я должен ему верить или не верить. И он уже по делам определил, что он в аду будет. Я ему поверил в это. Если обвинять его, что неправду сказал, у меня основания нет. И спросят, ты ему молишься? Конечно нет, он в аду находится. Как я буду молиться-то ему? Никак. Златоусту я каждый день молюсь, Василий Великий, и Григорий Борзов. А Пимена я даже не поминаю. А зачем он в аду? Я не молюсь тем, которые в аду. Ему Бог открыл это. И в таком случае его слушать не следует. Апостол же Павел говорит иначе. 2 Тимофея 4,8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. То есть этот имен никакого венца не получает. Его у него нет. Не возлюбил явление его. И он лестничник как бы не ехать, а с осторожностью и кратко говорит о безмолвии, предохраняя от безвременного и неправильного вступления в него. И дальше считаем. Тогда приводило меня в ужас. Я предчувствовал, что последствия должны быть ужасны. А кто это говорит? Это Игнатия Брещанина, похоже. Мнение ваше о монастырях вполне разделяю. Положение их подобно весеннему снегу в последних числах марта и первых апреля. Снаружи снег, как снег, а под низом повсюду едкая весенняя вода. Она съест этот снег при первой вспомогательной атмосферической перемене. Важная примета кончины монашества повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью. На показ. Это Игнатия Брещина пишет. Вот я знаю Игнатия Брещина или нет. Когда я по томам, по страницам и у меня все в книгах, там он нападает. Игнатия Брещина, нет, говорит. Жития святых он не признает. А я единственный в стране, который начитал все жития. Ну, ложь непрерывная. Тройная ложь патриархийная. Ложь между священством и прихожанами. Между прихожанами все это идет и между собой они. Весьма часто актерской наружностью макси... Макси... Маскируется. Маскируется. Страшная бездраственность. Страшная бездраственность. Это Игнатий Брещинев говорит о монахах. Едва ли на 1270, кажется, пять монастырей. А там уже перед революцией было. Едва ли четыре есть, в которых теплится духовная жизнь. Игнатий Брещининов. Едва ли. Это пятый том, считаем-то. Актеры остались. Истинным монахам нет житья в монастырях от монахов-актеров. Величайшая трудность была праводравственная в новом начале. Ну и так. Не мог найти монаха. Дальше. По причине сознания правильности Игнатия Брещининову. Дальше. Относительно монастыря я полагаю, Игнатий Брещининов говорит, давайте примем это за истину. Тех, которые на меня говорят, что я не верю. А я верю Игнатию Брещининову. И он говорит, полагаю, что время их кончено от осовременних Пушкина. Дальше. Укажите людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Монахов нет. Игнатий Брещининов сказал, мне не надо переживать. Их нет. Остались одни актеры. Фоти там поет, ходит, я помню чудное мгновение, монах. Он в монашестве и перед людьми растягивает у него голос хороший. Я помню чудное мгновение, а там девки колени сжимают. В экстаз ходят. Это все нормально. Федора Конюхова положили, рукоположили. Зачем? Он медузам проповедует. Только одно путешествие кругосветное сделает и дальше туда. Где это в истории было? И при том он проповедует кому-то? Нет. Нет. А на него какие средства тратятся? Там наблюдают за ним. Там целые комитеты на него работают. На воздушном шаре. Зачем? Священник. Охлобыстин Иван. Еродивых там разных, бесноватых играет. И сам кривляка такой. Священник. Это священство запускает. Когда актеры, если она актриса и женился, она девственница, все равно тебе нельзя священники ставить-то. Ну это к актеру относятся-то. Это совершенно уже никак. Разложение внутри церкви, это гниение идет. Я называю только трех таких священников. А сейчас что? Ну Глеб Грозовский там 14 лет дали. Сразу все отказались. Ну было ли не было у него? Головин Владимир. Что они так сделали? Как бросились там на Вапашин, там на других. Другие все на них бросились. Ну ладно там, Максим Степаненко еще там разбор какой-то сделал-то. грамотный человек-то. А тут прям заели его отца Владимира-то. Ну сами посмотрите, что делается. Монахи. Полагаю, ушло. Так их нет. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг. И то более на показ людям. Святой Исаак Сирин говорит, что телесное дело не бездушевное. Это что? Сосцы сухие и ложесна бесплодные. Ну вместо ложеснами что называют как? Через что оплодотворение идет? Это видно на воспитанниках Оптиной пустыни. Это тогда. Нет орудий, нет монахов. А актер ничего не сделает. Вы помните, остались актеры и актер. Это дословно взято. Это ни бюква не упущено. Игнатий Брещанинов, Игнатий Брещанинов. Откуда взялся-то он? Он был? Так считайте его. Я беру и цитирую из него целую книгу. А вы-то ничего не берете. А меня понужают этим. Ну то есть как на лошадях вожами-то. Я его не признаю. Признаю. И очень даже чту. Даша, ты что? Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не совосстановления. Такие умницы и ревнители, что не сделают все ко вреду. Вот что. Заметно, что древние змеи употребляют их в орудие умножения в монастырях житейской многопопечительности и подьящеского характера. Чем решительно уничтожается дух монашества, исполненный святой простоты. Как они ведут себя? Я знаю монахов. Хороших. Жардавили был когда. Я там видел монахов. А здесь я не видел. Даже пригласить, когда путешествующие, мы паломники. Ничего с собой нету. Я говорю, у вас как-то память. Нет, нельзя у нас. С вами нельзя обедать мирянами. А там миряне. А стоят в коридоре и выглядят, как они сидят за столом довольные, смеются и едят. Это не где-то. В Томске я видел. И страница 496-я. Монастыри должны быть пристанями. А они обратились в пучины, в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его, отец Никандер советовал остеречь отступление в монастырь. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. У меня здесь рядом-то нету это... У меня не открыто, а тут недалеко. Что там слышно будет? Да ничего не будет. Ты давай, читай. Да все слышно. Страница 501. Голос отлично ваш слышен. Чего вы решили, что не слышно? Ну не знаю, просчитай дальше. Религия вообще... Пятый том Игнатия Бричанинова. Дальше. Религия вообще в народе падает. Во множестве крестьян явилось решительное внадушие к церкви. Явилось страшное нравственное расстройство. Подрядчики соседей здешнего монастыря единогласно жалуются на утрату... На утрату... Подожди, не годится. По одному слову выдавливаешься, смотри. Подрядчики в монастыре были. Это соседи здешнего монастыря-то. Единогласно жалуются на утрату совести в мастеровых. То есть брак то другое, как сегодня. Преуспеяние во всем этом идет с необыкновенной быстротой. Времена Пушкина. Повторяю. И что сегодня? Да ничего нету. С подогревом полы. Президент отпускает миллиарды. Они теперь отстроили. Ничего нету. Обман. Кахтеры. Я ссылаюсь на него. На Игнатия Бричанинова. Все. 33 минуты. 33. Все. Закрой.